Региональным новостям. Подведение итогов социально-экономического развития при Иртышье тема брифинга Акима Павлодарской области Булата Бакаова в службе центральных коммуникаций в городе Нур-Султан. Глава региона проинформировал представителей масс-медиа о проектах МСБ, о строительстве жилья и развитии СС Павлодар. В промышленности с начала года произведено продукцией на 1 триллион 600 миллиардов тенге, проинформировал глава региона. Стабильный рост показывает предприятие обрабатывающего сектора, которое обеспечивает почти 12% республиканского объема обработки. В горнодобывающем секторе наращивают объемы бочекольских ГОК, введенные в рамках карты индустриализации. Предприятие вошло в тройку мировых лидеров по применению моделей низкозатратного производства. В рамках индустрии 3.0 и 4.0 на действующих предприятиях активно проводится модернизация, осуществляется ввод новых объектов. В этом году завершена работа по двум крупным инвестиционным проектам. Первый – это модернизация 64-й печи на Аксусском заводе феросплава, ввод который позволил увеличить производство ферохрома почти на 11%. И второй проект – это реконструкция энергоблока номер 5 НАО «Евразиатская энергетическая корпорация». Общий объем инвестиций по этим проектам составил более 80 миллиардов тенге. Главный упор мы делаем на экспорто-ориентированную индустриализацию. Отъем несырьевого экспорта товаров по области за прошлый год достиг 2 миллиарда долларов США, что в три раза превышает уровень 2016 года. С начала текущего года объемы экспортных поставок уже составили 1,2 миллиарда долларов США. Продукция наших предприятий ежегодно экспортируется почти в 40 стран мира. Это руды концентратные, медные, глинозем, алюминий необработанный, феросплавы, проволока, алюминиевые трубы, уголь, электроэнергия и продукция сельского хозяйства. Для наращивания экспорта осваиваются новые рынки сбыток. К примеру, Эгибастурская Гресса 11 года начала поставки электроэнергии на рынок Узбекистана. ТО «Вектор Павлодар» экспортирует легкосплавные автомобили индийские в Россию. Большой потенциал для развития экспортных производств имеет СЭС «Павлодар», которая в этом году получила статус представительства Всемирной Организации Свободных Экономических Зон. Из 30 видов продукции, производимой участниками СЭС, 16 видов уже уходят на экспорт. На сегодня инвестиционный портфель СЭС включает 22 проекта на сумму 205 миллиардов тенге, возник по четырем проектам на 3 миллиарда тенге. Работа завершится до конца текущего года. В следующем году на территории СЭС планируется реализовать 9 прорывных проектов с инвестициями более 20 миллиардов тенге. Как сообщил Булат Бакао, согласно рейтингу «Доин бизнес», проводимому с привлечением международных экспертов, Павлодарская область вошла в пятерку лучших регионов по созданию условий для ведения бизнеса. В этом году новой площадкой для диалога с бизнесом стал «Дом инвестора». Здесь в формате Open Space на одной площадке аккумулированы все институты развития предпринимательства и организации, оказывающие поддержки в сопровождении проектов. Еженедельно по вторникам я провожу встречи в формате «Часы инвестора» с потенциальными инвесторами. Мы обязательно сопровождаем каждый проект, чтобы привлечь в регион новые инвестиции. С начала года в экономика региона привлечено 352 миллиарда тенге инвестиций. На частные инвестиции приходится более 75%. В перспективе на ближайшие четыре года сформирован пул из 13 новых проектов с объемом инвестиций более 500 миллиардов тенге и созданием порядка 5000 рабочих мест. В рамках государственных программ в области реализуются и инфраструктурные проекты. По программе «Нурложол» завершается строительство транспортного коридора «Центр-Восток». В этом году особое внимание уделено ремонту дорог в области. Отремонтировано 710 километров автодорог с учетом республиканских трасс на 64 миллиарда тенге. Тем не менее, дороги важны не только построить, но и сохранить, сказал Аким области. Третий год подряд мы ведем активную работу по перегрузу грузовых автомобилей. Мы закупили за счет областного бюджета три специально оборудованных передвижных поста, которые работают по большегрузным машинам. Благодаря этому нам удается сохранить в удовлетворительном состоянии основные трассы областного значения. На сегодня показатель дороги в хороших и удовлетворительных состоянии составляет 82,6%. На следующий год этот показатель будет доведен до 85%. Влад Бакауф также отметил, ремонтируя дороги, одновременно решается вопрос обновления общественного транспорта. В этом году автобусный парк областного центра обновлен до 76%, что превышает средний показатель по стране. Приобретено 10 электробусов и 20 дизельных автобусов. В Павлодаре не только сохранили, но и продолжают развивать электротранспорт. За два года трамвайный парк пополнился 23-мя новыми вагонами. Мурат и Балмажет, и это САКПАРАД. Продолжение следует... Продолжение следует...